В рамках нацпроекта безопасной и качественной дороги и листа из федерального бюджета получила 165 миллионов рублей. И еще из республиканской казны будет выделено более 200 миллионов. На них должны были быть приведены в нормативное состояние участки с наиболее интенсивным движением транспорта и высоким износом полотна. К этому времени на данный момент должен был установлен дорожный камень, уложен тротуар. Иванов продолжает, что согласно контракту работы по улице 8 марта, как и на остальных пяти участках в Элисте, выполняло предприятие Ростов-Автодор. Их должны были завершить еще до 1 июня, но этого не произошло. Администрация города потребовала подрядчика устранить собственные недоработки и за прошлый год на некоторых улицах Элисты, где велась реконструкция. А именно отсутствие пандусов, окраски пешеходных ограждений, асфальтобетонного покрытия на тротуарах. Основная претензия заказчика к подрядной организации заключается в том, что работы ведутся с большим отставанием от графика и ряде недочетов по качеству выполненных работ. Если в течение недели они не справятся, мы просто прекратим контракт и разыграем конкурс с другим подрядчиком. Вот и все. Но тем не менее у них есть шанс исправиться, погода позволяет, условия есть, еще раз смотрю, средства для этого все необходимые есть. Поэтому все в руках подрядчиков. Это все касается не только конкретной организации. Несмотря на все предупреждения, к этому дню работы выполнены от плановых не более чем на 40%. Почему так случилось? Этот вопрос мы адресовали руководству подрядной организации. В письме за подписью замдиректора Ростов-Автодор Станислава Дегтярева утверждается, что по состоянию на 19 июня этого года выявленные дефекты устранены. За исключением окраски пешеходных ограждений по улице 28-й армии, Гемьяновской и обустройства пандусов по улице Сухобатора. По условиям контракта ремонт должен был начаться с середины апреля, а фактически к нему приступили гораздо позже. В письме несвоевременное выполнение работ подрядчик объясняет сложившейся эпидситуации в стране, а также тем, что деятельность поставщиков строительных материалов была приостановлена, добавив при этом, что все будет исправлено не позднее 30 июня в рамках гарантийных обязательств, а использованные при ремонте стройматериалы соответствовали качеству. А в это время улица Степная находится вот в таком удрючащем состоянии. Бордюры становятся препятствием для передвижения маломобильных граждан. Их высота не должна превышать двух сантиметров, а жильцы не могут дождаться заасфальтированного тротуара. Колея выкопана, дети не могут гулять нормально, спокойно. Бордюры идут криво все. У всех по-разному они идут. Такие ямы, не знаю, здесь разъезжаться, машины даже некуда ставить. Часто езжу по этой улице, и уже невозможно это пыли дышать. Создают неудобства. Когда же это все прекратится? Ремонт городских дорог является частью национального проекта, а к их качеству пристальное внимание. Соответственно, требует мониторинга на всех этапах строительства, говорит руководитель регионального штаба ОНФ Батр Миргульчев. В связи с снятием режима самоизоляции мы приступим к работе по мониторингу. И в ближайшее время проведем большой мониторинг по прошлогодним дорогам и по дорогам этого года. Видно, что есть проблемы по качеству выполнения работ. А власти столицы заверили, что ужесточат контроль над всеми строящимися объектами, как в ходе их ремонта, так и приемки. Татьяна Гизелева, Ульгения Иваш-Темгареев, Вести Калмыкия.